Внедорожник Прицеп Руслана – это действительно маленький дом. Делится он условно на два отделения. Первое – это кухня. Здесь есть газовая плита, умывальник, холодильник. Даже стиральная машина на 3 литра. Естественно, газ, электричество и запас воды тоже есть. Второе отделение – спальня, где могут разместиться три человека. Но пока в фургоне ночует только сам Руслан и его верный попутчик – Джек Рассел, Терьер, Рич. Это его первая такая длительная и долгая поездка. Был удивлен, что пес мог там 200-300 километров стоять на задних лапах, грудью лежать на торпеде под лобовым стеклом. И я вижу, что он уже устает, у него уже начинают подкашиваться ноги то в одну сторону, то в другую сторону. А ему интересно, он должен следить за дорогой. Как так? Он же штурман. Путешественник принципиально ночует на всех остановках только в своем фургоне. Даже если он останавливается у друзей. Во-первых, это не портит эксперимент. Во-вторых, Руслан доделывает внутри отдельные элементы. Например, продолжает обшивать свою кибитку фанерой. Еще одна цель экспедиции Руслана Внедорожного – это посещение российских предприятий, выпускающих полезную продукцию. В Ульяновске это был естественный УАЗ. Куда же еще мог поехать блогер Внедорожный? Кстати, дороги наш путешественник не ругал. Говорит, в Мариел они гораздо хуже. Правда, все-таки указал на то, что у нас их плохо чистят. Ульяновск стал шестым пунктом в экспедиции Руслана Внедорожного. Впереди еще 21 город. Караван проедет по Волжью, Кавказу и Центральной России. Финиширует экспедиция в Москве. Пожелаем Руслану, Ричу и их внедорожной кибитке доброго пути. Игорь Улитин, Даниил Сурков. Новости дня. Ульяновская правда.